Все горит, все бьют. Выходили не знаю как, под обстрелами. Юрия мы встретили на вокзале в Покровске. Эвакуируется из Берестова в Донецкой области, где сейчас идут бои. Единственное, что успел прихватить с собой – пиджак. И все. Это все. Юрий хочет нам рассказать, как выбирался из охваченного пламенем дома. Но как только вспоминает, что дома у него уже нет, на глаза наворачиваются слезы. Дом разбило, и мы перебежками бежим, стреляют, ляжем. Нас пять человек вышло, 25 километров мы шли. Так дошли до Звановки, где тоже стреляют, но там ждали волонтеры. Это видео нам предоставил Эдуард. Парень родом из Донбасса. Свою семью вывез. И теперь каждый день на бусике ездит в горячие точки спасать других. Это мой выбор. Это моя жизнь. Я считаю, что мы обязаны помогать. Апокалипсис. Но из этого апокалипсиса, говорит волонтер, люди не хотят эвакуироваться. Это их дом. Сегодня, допустим, в каком-то населенном пункте был обстрел. Они готовы выехать, звонят нам. Мы за ними приезжаем. Сегодня, на следующий день уже тихо, спокойно. Они уже отказываются ехать. Восток СОС. Большая команда. Не только из Украины. Вот Марк. Американец. До войны в нашей стране никогда не был. Я здесь вижу невероятных людей невероятной силы. Вот приехали, видим, бабушка сажает цветы возле дома. А дома уже нет. На вокзале в Покровске волонтеры своих подопечных передают в руки железнодорожников. Поезд Покровск-Днепр-Львов единственный эвакуационный, который оставила железная дорога, курсирует ежедневно. И каждый день спасает несколько сотен человек. Среди пассажиров много немощных. Так что железнодорожники здесь и соцработники, и психологи, и даже аниматоры. В День защиты детей маленьких пассажиров встречали в костюмах супергероев. Когда поезд трогается, дверь в вагоне закрывает Спайдермен. Точнее, Пайдервумен. Проводница Наталья. Наталья никогда не была аниматором, но отказаться не могла. Слишком много, говорит, видела испуганных детей. На эвакуационных поездах с первых дней. Людей было море. Ужас, крики, давка. Дети просто цепенели. Ничего не могли сказать. В поезде плотно зашторены окна, в полном людьми плацкартном вагоне. Тишина. Здесь у каждого своя героя спасения от войны. У этой семьи история с 2014 года повторяется уже в 13-й раз. Они родом из Авдеевки и не раз выезжали из-под обстрелов. Ездили очень много по всей Украине. Константиновка, Покровск, Бердянск. В 2014, 2015, 2017. Они очень надеются вернуться и что 14-го переезда не будет. Сложнее всего не терять надежду. Семья из Авдеевки пересаживается на поезд в Киев. Бабушку, которой помогали сесть, забирают волонтеры. А Юрий из Берестового все-таки связался с родственниками и направляется к ним. Едем в Александрию. Нам там нашли, где жить. Нашли работу. Он спешит на следующий поезд. Надеется, что тот довезет его в новую, спокойную жизнь.